собор святого иоанна богослова в нью-йорке сша является пятой по величине христианской церковью в мире и занимает площадь в 11200 квадратных метров длина собора составляет 183 2 десятых метра а ширина 70 и 7 десятых метра внутренняя высота нефа составляет 37 и восемь десятых метра строительство собора началось в 1892 году и как и полагается для всякого уважающего себя древнего собора европы не закончилась по сей день в ходе строительства и аварийных ситуаций он претерпел значительные изменения во внешнем виде первоначально разработанный в стиле византийского возрождения вид собора был изменен после 1909 года в стиль готического возрождения после сильного пожара уничтожившего часть северного трансепта и орган восемнадцатого декабря 2001 года собор был официально переосвещен в ноябре 2008 года после завершения масштабной реконструкции перевод со стенда строим этот великий собор скромными со вкусом настоящим украшением и изюминкой собора должны были стать восемь огромных монолитных гранитных колонн хора высотой более 17 метров диаметром 1 и 8 десятых метра и массой более 130 тонн эти колонны должны были стать самыми большими монолитными колоннами в сша а также превзойти своим великолепием и мощью колонны исаакиевского собора но что-то пошло не по плану потому что у американцев не было крестьян карликов с топорами и архитектора монферрана заготовки для колонн были добыты в гранитной каменоломни венальхавен это каменоломни находится в одноименном городке в округе нокс штат мэн компания добывающая гранит называется бодвел гранит компании сам гранит розовато-серый заготовки весили более трехсот десяти тонн здесь же в каменоломни колоннам вручную придали округлую форму обратите внимание на краны и механизацию в карьере а теперь давайте посмотрим на картинку от монферрана на которой якобы изображен процесс вырубания топорами колонны в карьере какой-либо техники нет одни крестьяне карлики с топорами вообще топор придумали для работы с деревом а для работы с гранитом нужен совсем другой инструмент диаметр колонны у основания 181 сантиметр изображенные крестьяне имеют рост ниже их рост по моим оценкам 120 140 сантиметров один этот факт ставит большой знак вопроса на рисунке монферрана вернемся в сша поскольку подрядчик имел весьма сжатые сроки и руководство требовало ускорение темпов возведения собора для дальнейшей обработки колонн у филадельфия roll and machine works был заказан специальный токарный станок длиной 26 метров и массой в 135 тонн стоимостью 50 тысяч долларов сша в современных долларах полтора миллиона долларов сша резца держатели их 2 я предположу в первом был резец для грубой обработки а на другом резец для чистовой обработки рабочие у станка обратите внимание на толщину приводного вала вот две фотографии подписями на английском фото 1 задняя бабка гранитного токарного станка венальхейвене штат мэн камень обтачивается на 54 фута в длину и 6 футов в диаметре вес при обработке около 140 тонн сколы углов другой колонны на заднем плане торец бабки гранитного токарного станка токарный станок в сборе весит 135 тонн размер 6 футов 6 дюймов и 60 футов между центрами общая длина 66 футов использовались 4 каретки и 8 ротационных фрез сборка станка была начата в декабре 1899 года а уже в мае 1900 года он был доставлен в каменоломню доставка и установка заготовок колонн в станок затрачивала еще по полторы тысячи долларов за каждую колонну а вся обработка одной колонны занимала до 6 недель а далее случилось непредвиденное никем ситуация вот как ее описывал журнал популярная механика в 1913 году перевод статьи гранит самый прочный из строительных камней все породы подвержены разрушительному воздействию стихий дождя солнце и мороза но подсчитано что гранита наилучшего качества при обычных строительных нагрузках в среднем влажном климате в умеренной зоне выдержит 100 к 1 от обычного качества песчаника в качестве конкретного примера можно привести огромные колонны здания казначейства соединенных штатов в вашингтоне расположены из трех сторон здания были вырезаны из гранитных карьеров штата мэн там арка из этих огромных колонн каждая 33 фута в высоту но на восточной стороне здания которая должна была быть задней были использованы колонны из песчаника добытые из песчаниковой породы вдоль реки потамак в конце столетия износа эти колонны из песчаника настолько раскрошились потрескались а некоторые из них даже треснули что угрожали разрушением той части здания которая прикрывала большие денежные хранилища правительства поэтому их заменили таким же количеством гранитных колонн дело в том что оригинальные гранитные колонны сегодня выглядят такими же совершенными как и тогда когда они были впервые установлены никто кроме эксперта не может сказать об этом по новым гранитным колоннам которые заменили колонны из песчаника и архитекторы считают что при существующих условиях все колонны здания казначейства будут такими же прочными и эффективными через 10 тысяч лет как и сегодня если здание казначейства и республики будет стоять столько лет конечно не существует обтесанного гранита возраст которого как известно составляет 10 тысяч лет но есть гранитные сооружения построенные человеком более трех тысяч лет назад которые сегодня находится по-видимому в идеальном состоянии сохранности храм иоанна богослова в нью-йорке было предложено чтобы здесь стояли величайшие из гранитных монолитов цельные колонны их должно быть восемь каждая 34 фута высоту и 6 футов в диаметре соответственно они были добыты в грубом виде в карьерах фокс-айленда штат мэн и подготовлены к чистовой обработке на гигантском токарном станке первая колонна была установлена на токарном станке и успешно обработана до нужных размеров какая замечательная вещь токарный станок сказал мастер осматривая массивную колонну отшлифованную до мелочей мы бы работали с дюжиной человек в течение нескольких дней с ручными инструментами над этим но когда рабочие вернулись утром они обнаружили что обработанная колонна расколота поперек и разрушена вторая колонна была повернута и также осторожно снята с токарного станка ночью сторож услышал громкий треск а при осмотре обнаружил что вторая колонна тоже раскололась дальше помогите с переводом в оригинале написано ремарк 2 формен in the morning less is arc not so much after all что переводится заметил мастер утром в конце концов токарных станков не так уж много может быть колон не так много и они решили их разрезать чтобы не рисковать в общем помогите перевести был сделан вывод что огромные размеры и вес колонн удерживаются на токарном станке только в двух вращающихся точках что создавало слишком большую нагрузку на молекулы камня что приводило к практическому разрушению колонн даже после того как была завершена операция поворота и напряжение ослабло поэтому было сочтено необходимым разрезать монолиты на две части перед установкой их на токарный станок если бы колонны были обработаны вручную карликами с топорами как это было бы сделано сто лет назад не было бы и речи об их растрескивание с другой стороны стоимость работ была бы значительно увеличена но при строительстве исаакия был задействован труд специально обученных крестьян работающих за еду так что при строительстве исаакия ручной труд означало что крестьянам надо было выдавать еще несколько месяцев еды собранный по окрестным лесам и болотам теми же крестьянами после работы в карьере строители на подножном корму а что очень удобно продолжаем дальше в результате разрушения под собственным весом каждая колонна стала состоять из двух частей больший нижней длиной в 12 метров и массой 90 тонн и меньшей верхней 5 метров и массой 40 тонн для транспортировки колонн из каменоломни к месту строительства была сконструирована специальная баржа управляемая буксиром клара кларита для транспортирования колонн по суше был сконструирован специальный огромный тягач для предотвращения повреждений колонны были обернуты защитным деревянным каркасом исаакиевские колонны крестьяне катали как кегли по бревнам не боясь что они расколотятся установка колонна существовала при помощи специального разработанного подъемного механизма сделанного из стали вначале на базу устанавливалась нижняя 90-тонная часть затем сверху устанавливалась сорокатонная часть сегодня присмотревшись можно заметить линии соединения двух частей у колонн хора это немое свидетельство превосходства допотопной технологии обработки камня над современной я так думаю что американцы просто не имели столько опыта по работе с гранитными колоннами они что называется с насколько решили по-быстрому обточить восемь колонн и больше их не делать предположу что для успешного изготовления больших колонн нужно было предварительно снять внутренние напряжения я не знаю например нагреть колонну или наоборот охладить или просверлить колонну на всю длину и внутрь вставить стальной поддерживающий стержень в общем надо было больше экспериментов для того чтобы набраться опыта напомню высоаки и 48 больших колонн каждая весом 114 тонн а на этом все до новых встреч пока а